Наталья Стронковская в ожидании прививки от коронавируса. Сперва медики обследуют девушку, измеряют температуру и давление, вносят все необходимые данные в бланк и только затем антиковидный укол. Следующие 30 минут инженер-лаборант красного пищевика проведет под присмотром специалистов. Так проверяют реакцию организма на вакцину. Я советую прививаться, потому что все-таки это наше здоровье. И вирус, мы от него никуда не уйдем. И все-таки вакцина – это хорошая альтернатива, чтобы защитить свое здоровье. Поэтому я за прививкой. В ряду желающих привиться директора кондитерской фабрики Сергей Униховский показывает личным примером. Бояться нужно не вакцины, а болезни. Первоначально на вакцинацию не откликнулось большое количество наших работников, хотя мы прошли этап заболеваемости в ноябре, в декабре месяце, в марте месяце был рост. И сейчас, как руководителю, понятно, мне хочется оградить коллектив, чтобы сохранить производительность от данной болезни. В прививочной кампании подключается и Бобруйск-Агромаш. Перед походом в медпункт с коллективом агрохудинга встречаются депутат палаты представителей Владимира Гацко и главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич. Говорят специалисты о многом, но большую часть беседы посвящают вакцинации. Чтобы справиться с пандемией коронавирусной инфекции, сегодня ясно, что одних ограничительных мероприятий недостаточно. Необходимо выработать коллективный иммунитет, то есть чтобы у большого количества населения была защита против коронавирусной инфекции. Одним из самых деятельных способов – это, конечно, вакцинация. Не забывают о Громашевце и про благодарность медикам. В очередной раз поддерживают врачей деньгами. Сертификат на 2000 рублей передают седьмой поликлинике. Спасибо вам огромное, что вы вместе с нами. Так что мы вам спасибо большое. От слов к делу. Первую прививку от COVID-19 получает генеральный директор Бобруйск Агромаш Надежда Лазаревич. Следующие в листе ожидания – руководители подразделений и рядовые сотрудники. На сельхоз предприятия сейчас вакцинированы 10% работников. В ближайшее время этот показатель увеличится в шесть раз. Конечно, волновалась. Я живой человек, поэтому какие-то сомнения были. Изучала, читала. Слушала уже тех, кому сделали прививку. Узнавала, какая симптоматика. Но я уверена, что прививку делать необходимо. Для того, чтобы безопасить не только себя, но и окружающих людей. И, конечно, мы будем прививаться и всем холдингам. Напомним, чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить 60% населения Беларуси. Вакцинация разрешается лишь совершеннолетним. Поэтому от количества взрослых, которые сделают свой выбор осознанно, зависит здоровье как членов семьи, так и национальная безопасность. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.